Сократить сроки подключения к инженерным сетям и получения разрешения на строительство – одни из главных задач, которые должна решить Самарская область, чтобы подняться в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. Об этом шла речь на совещании в правительстве региона. В нем приняли участие представители министерств, предприниматели, общественники и эксперты. Войти в десятку Самарская область должна стать одним из лидеров национального инвестиционного рейтинга. Такую цель поставил глава региона Дмитрий Азаров. Задача выполнимая. Только за прошлый год область улучшила свои позиции на 17 пунктов и заняла 48 место. Регионы очень активно, очень сильно конкурируют за место в этом рейтинге. Поэтому то место, где мы находимся в рейтинге, та динамика, которую мы показываем, она отражает эффективность работы всей управленческой команды региона. Не только губернатора, но и управленческой команды, куда входим мы с вами. Вести бизнес комфортно и без лишних ожиданий. Самарская область должна стать предпринимательским Эльдорадо. В идеале, отмечали участники совещания, нужно создать такую систему, при которой бизнесмены смогли бы решать все вопросы онлайн, сидя за монитором компьютера. Такие мероприятия, конечно же, направлены на то, чтобы мы могли вместе с предпринимательским сообществом, непосредственно с лицами, принимающими управленческие решения, и с теми организациями, которые оказывают те или иные услуги, обсуждать совместно за одним столом проблемы возникающие и вырабатывать планы и мероприятия по их устранению, для того, чтобы все это работало на благо Самарской области в части улучшения инвестиционного климата. Бизнесмены и общественные организации высоко оценили подход регионального правительства к развитию инвестклимата губернии. Конструктивное совещание, потому что, ну вот, я долго на таких не был, здесь поднимались острые вопросы, и на все были получены ответы. Все аргументировано, показаны регламенты, показаны причины, почему у нас недостаточный инвестиционный рейтинг, и что необходимо сделать, чтобы этот рейтинг поднять. По итогам совещания составлен протокол. В нем прописаны все самые важные шаги для достижения поставленных целей, а также сроки и ответственные лица. Руслан Шарипов, Александр Дудко, Новости губернии.